Где Лукашенко спрячет ядерную боеголовку? Вы что думаете, мы языком ляпали? Все готово! Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию в Бахмуте. Несколько месяцев, фактически год уже, российские войска не могли в лобовых атаках ничего достичь. ЧВК в Крыму. Компания новая, зэки старые. Поэтому этого мясника из Вагнера переводят в так называемый ЧВК-конвой. Очень говорящее название. Путин снова угрожает ядеркой, и Медведев не чувствует себя таким одиноким уже. На радостях дает пресс-конференцию. Но дело в другом. Путин собирается построить склад для хранения ядерного оружия на территории другой страны, Беларуси. Будто бы его кто-то там об этом просил. Или просил. В 22-м году из Конституции Беларуси исчезает безъядерный статус. Лукашенко угрожает ядерным оружием вот тут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что мы переоборудовали белорусские самолеты для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпали? Все готово. А потом, когда нужно реагировать на обедненный уран, когда все, кто считает себя президентами, уже выразили свое негодование, тоже сказал что-то вроде «а мы свое казино построим». Скажу, а Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они вот этому процессу дадут толчок. Какой уран бы не дали, вряд ли дадут прямо в руки Лукашенко. Не потому, что это опасно, а потому, что делать из Беларуси ядерную державу точно никто не будет. На самом деле, вы правы, Лукашенко много лет уже просил себе ядерное оружие. Он рассматривал это как какой-то способ гарантировать удержание власти. Но я думаю, что Лукашенко очень сильно ошибся в способе реализации своей мечты. Он думал, что ему подарят ядерное оружие, он будет им управлять и он будет таким хозяином Медной горы. Но на самом деле получается по-другому. Получается, что Путин его поставил в настолько неудобное положение, что диктует ему любые свои хотелки. И в данном случае Путин оставляет полный контроль над этими ядерными боеголовками за собой. То есть он будет решать, сколько их размещать, что с ними делать. Ну и самое главное, принимать решение на применение этих ядерных боеголовок. Ну и насколько я понимаю, никто из белорусов участие в принятии решения не будет иметь. Но пугают другие вещи. В Беларуси стоят российские искандеры. В Беларуси стоят белорусские искандеры. Их легко перепутать. Установки, которые запускают ракеты искандер, могут запускать и ракеты с тактическим ядерным зарядом. Да, я не помню точно. Кажется, 10 самолетов белорусских переделали подвесные для них для крепления боеприпасов с ядерными боеголовками. Но, к сожалению, какое-то количество людей, отмороженных, не очень понимающих, что делают, в Беларуси есть. Я уверен абсолютно, что подавляющее большинство белорусских военных не сделали бы этого. Но найти пару десятков придурков всегда можно. Ну и Украина прекрасно знает, сколько коллаборантов выявлялось и какие вещи они делали. Ну и я понимаю, что нечто подобное вполне может произойти и в Беларуси. Но если, как мы помним, Лукашенко с Путиным вдвоем переоборудовали белорусские самолеты для запуска тактического оружия, тогда кнопка пуска будет под пальцем белорусского пилота. А как так? Тогда Беларусь в пределах конкретного МИГа становится ядерным государством. До Будапештского меморандума на территории Беларуси находилось, если мне память не изменяет, 1120 ядерных боеголовок. Огромное количество, которые хранились надлежащим образом в нескольких хранилищах. Хранилища были построены при аэродромах дальней авиации, которых было несколько на территории Беларуси. И, насколько я владею ситуацией, эти хранилища не в таком уж плохом состоянии. Поскольку этот разговор идет давно, я вполне допускаю, что Лукашенко и Путин уже могли в основном провести работы по приведению в порядок этих хранилищ. Насколько я знаю, Лукашенко направлял в командировку длительную в Москву офицеров службы ракетно-артерийского вооружения вооруженных сил Беларуси в надежде, что они будут обслуживать и управлять ядерными припасами. Но на сегодня мы понимаем, что его обманули, и обслуживать и управлять всем будут только россияне. Теоретически в Беларуси остались подготовленные шахты и места для хранения ядерного оружия. Теоретически можно восстановить те, которые считаются заброшенными, на которые сейчас может попасть практически любой и сделать вот такие фото. Вы видите, кстати, одну из 20 центральных баз хранения ядерного оружия на территории Беларуси. После подписания Лиссабонского протокола в 1992 году Беларусь стала участницей большой программы ядерного разоружения и передала ракеты России. А теперь, выходит, все отыгрывается назад. Ну так и до 80-х можно дойти. Но даже вне контекста вот этих событий, этого заявления, Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. И это правда. Лукашенко еще в 1994 году пытался сорвать договор и не вывозить все, по крайней мере, ракеты из Беларуси. Из открытых источников мы знаем, что по меньшей мере до 1996 года на территории Беларуси находилось 4 дивизии, входящие еще в советское время в состав ракетных войск специального назначения. 31-я гвардейская ракетная «Брянско-Берлинская», 32-я ракетная «Херсонская» имени Устинова, 33-я гвардейская ракетная «Свирская» и 49-я гвардейская ракетная «Станиславско-Будапештская». Силы этих дивизий были размещены в четырех районах по всей территории Беларуси. А вот еще, кстати, советская карта размещения подразделений ракетных войск спецназначения. Так что, если собираются построить к 1 июля, а решили вот только что, то у строителей и разработчиков стратегического опасного объекта есть около трех месяцев. А это значит, или сильно не успеют со строительством, или сильно соврали, что только что придумали. Где бы ни построили или какое бы ни возобновили, оно должно стать угрозой восточным странам НАТО. Ведь в основном объекты располагаются именно в западной части Беларуси. А белорусские пограничники тем временем говорят, что на территории страны осталось не более 4 тысяч российских военных. Почему-то как раз сейчас в это верится больше, чем обычно. Ведь как раз, может быть, в эти минуты на востоке Украины идет названное сначала масштабным, а потом лишенное этого громкого слова российское наступление. И там нужны люди. Украинский генштаб отчитывается об отражении до 50 атак ежедневно. И это только на восточном направлении. После попыток штурма Углидара, окружения Бахмута и полнейшего уничтожения неприступной Маринки, похоже, российская артиллерия взялась за Авдеевку. Она обстреливается беспощадно каждый день. Нельзя сказать, что раньше не обстреливалось, но сейчас особенно сильно. С таким темпом, как сейчас бьют ракеты по городу, то, как показывает практика, и подвали реально не спасают. Найближчим временем, мне кажется, мы видим, что происходит, что Диука может стать другой Маринкой. Ничего от нее не остается. На жаль, так. И ту стратегию, которую сейчас выбрали наши враги, мы видим, что они просто стирают многоповерховые здания. Несколько километров до Донецка, до областного центра. Поэтому это им всегда мулило, что называется, отодвинуть нашу линию артиллерии оттуда подальше. Потому что в случае проведения наших контрнаступательных действий, это прямой путь по одному из направлений на Донецк. Поэтому комплексная задача, с одной стороны, это продолжение реализации планов по захвату Донецкой области. С другой стороны, это попытка оттолкнуть и отодвинуть нашу линию, в том числе, которая потенциально может использоваться для артиллерии, для того, чтобы проводить контрнаступательные действия, угрожать линиям и коммуникациям снабжения. То же самое делают российские войска под Углидаром. Они поэтому тоже хотят отодвинуть нашу линию обороны, чтобы та не угрожала артиллерии на железнодорожном узле в Волновахе. Ну вот причина. Значит ли это, что россияне переключились с Бахмута на Авдеевку? На самом деле Авдеевку атакуют уже несколько месяцев с разной периодичностью, с разной интенсивностью. Просто информационное внимание было отвлечено более на Бахмут и, собственно говоря, не замечали, что происходит с Авдеевкой. Происходило следующее. Несколько месяцев, фактически год уже, российские войска не могли в лобовых атаках ничего достичь и продвинуться дальше и взять Авдеевку. Заметно, что российские войска начали более интенсивно применять авиацию в районе Авдеевки. И это довольно-таки заметно ощутимые признаки. А так, в остальном, там боевые действия были довольно-таки высокой интенсивностью постоянно. Спикер восточной группировки войск Сергей Череватый говорит о том, что в Бахмуте ситуация стабилизировалась. Командующий залужный в разговоре со своим британским коллегой говорит о том же. Выходит, Вагнер таки решили очень сильно опрокинуть. Там же под Бахмутом не только вагнеровцы и пригожим, там десантники российские, там находится мотопехота. То есть, вагнеровцы там на самом деле есть в северной части, плюс частично непосредственно в районах городской застройки или того, что от нее осталось в Бахмуте. А так, там присутствуют регулярные формирования. Я думаю, это означает то, что удается отбивать атаки российских войск таким образом, что они не могут фактически сомкнуть вот эти клешни вокруг Бахмута, не могут взять в окружение, не могут в полной мере препятствовать логистике и непосредственно захватить сам Бахмут, сам город полноценно. И отбиваются эти атаки, отбивая линии обороны украинских войск, которые и стабилизируют направление, ну и отбивая все эти атаки, возможно, даже создавая какие-то условия для точковых локальных контратак там в будущем. У оккупационного главы Крыма появится своя армия зэков. Под эгидой Пригожина, скорее всего. Ведь командовать новой ЧВК «Конвой», название, кстати говорящее, назначен командующий одним из подразделений вагнеровцев. И набирать туда будут, угадайте кого, зэков. Пекалов с позывным «Мазай» — это как раз вот тот человек, у которого есть большой опыт работы именно с так называемым спецконтингентом, с заключенными, которых этапировали на войну. Человек, которого те люди, которые его знают, характеризуют как мясника. Который может глазом не моргнуть и при этом расстрелять лично, либо отдать приказ о расстреле того или иного строптивого, как они выражаются, пятисотого человека, который отказывается воевать, выполнять приказы, связанные с войной. Поэтому этого мясника из «Вагнера» переводят в так называемый «ЧВК-конвой», очень говорящее название. Основная их функция будет обеспечивать создание «Бахмута» версии 2.0. Сложно, противник достойный, ведет себя достойно, не бежит, ковыряется. Ну и будем говорить так, работает за идею противодействия как нашим подразделениям, так и российским подразделениям. Те войска, которые находятся на запорожском направлении российские, они пробовали несколько недель назад провести разведку боем. Их атаки были отбиты. Не исключено, что там враг интенсифицирует боевые действия. Для чего? Для того, чтобы попробовать растянуть украинскую линию фронта. То есть, чтобы мы не концентрировались в некоторых районах, где потенциально можем провести точковые локальные контрнаступательные действия и похоронить российские планы на взятие Бахмута, Авдеевки, либо отодвинуть далее к западу Кременной и так далее. То есть, для этого они могут, конечно же, планировать расширение плацдарма боевых действий, дабы растягивать наши силы на сегодняшний день. Но преимущественно на оккупированной части Запорожской области находятся на сегодняшний день регулярные формирования военных российских вооруженных сил. А каких-то ЧВК дополнительных, которые бы там были или готовили к чему-то, мне неизвестно. Цели новой ЧВК тоже нетривиальные. Они должны сдерживать наступление украинских сил на запорожском направлении. Интересно, что для этого, во-первых, нужно много человек, быстро их подготовить, хотя разговоры о создании ЧВК в Крыму идут уже давно. Ну а во-вторых, это показывает, что российской армии и разведке неизвестно, где именно готовится украинское контрнаступление. А это не может не радовать. Ну, мы не будем об этом говорить тоже. Главное, что мы с вами держим руку на пульсе. Станет ли Беларусь хоть ненадолгой ядерной державой и куда пропадают российские военные, я надеюсь, стало понятнее. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова